Друзья, всем привет! Вы смотрите канал Фигурка, а меня зовут Костя Лесик. Когда недавно я брал интервью у известного тренера Александра Жулина, он сказал, что круче всех из нефигуристов в шоу Ледниковый период катается актер Федор Федотов. Александр так и сказал, что Федотов, наверное, лучший участник Ледникового периода, которого он видел за все 12 лет проекта. В этом видео я поговорю с самим Федором и его партнершей, олимпийской чемпионкой Татьяной Волосожар. И узнаю, как ребята сами оценивают свои выступления на шоу. А также выясню, почему бабушку Федора нужно пригласить в жюри проекта. Погнали! Поздравляю вас с шикарным прокатом. Не устали вообще? Это ощущается у каких-то мышц, которые не были готовы у меня, у непрофессионала, к таким нагрузкам. Но на самом деле вдохновение нас как-то ведет вперед. И мы каждый раз стараемся быть новыми, неожиданными для самих себя в первую очередь. Поэтому усталость нам только искать. Я изменилась в том, что я, конечно, очень скучаю по своей семье. И по всем своим родным, друзьям, которые в Петербурге. И чтобы с этой тоской бороться, я их привожу сюда. Вот периодически родители так еще и не зазвал. Но моя жена, она со мной здесь и на прокатах, в том числе на сегодняшнем, она меня поддерживает, помогает. Поэтому тоска по дому, вот это, конечно, такое ощутимое. Я знаю, какова это, тосковать по дому. А жена строгий критик? Строгий? Нет, наверное, нет. Она очень благодарный зритель, она очень нас любит. Невероятно, она сама актриса и режиссер. И она невероятно ценит и очень высоко Таню. И Танин актерский талант. Потому что, как мы катаемся, моя жена, Настя, она плачет здесь. И потом плачет в субботу. Хотя уже видела то, что мы прокатим, и она плачет еще. С одной стороны, мы партнеры сборной России по фигурному катанию. С другой, мы просто самые горячие поклонники. Вращайтесь, а мир будет вращаться вокруг вас. Платежная система МИР. Ваша первая тренировка, как это было? Первая совместная. Давно это было. Мне кажется, я как ветер принеслась из Сочи в Москву, сюда, здесь, на этом катке. Мы впервые увиделись с Федором. И я уже тоже не раз говорила, мы начали раскатку делать. И мы говорим, давай фонариком раскатаемся. И на что я вернусь мне сказала. Но это не тот человек, которому нужно раскатывать фонарик. Это, наверное, фраза уже у меня забита. Но это правда. То есть у нас только Федор Верина стоит на коньках. Но фонарик ему все равно иногда нужен. Я же говорю, что его правда можно приглашать в ледовое шоу, спектакль. И абсолютно не отличишь, где фигурист, а где актер на льду. Я радею. Самый сложный элемент, который вы когда-либо делали. И который сложнее всего удавался. За эти 9 программ? Да. Ну, наверное, для Федора это поддержка верхняя, которую сегодня мы сделали. Но на самом деле мы много делали парных элементов, которые считаются сложными. Это и под грудь, хоть он и в один оборот был. И выброс аксель, кауфман, называется. Языком птичьим, как мы его называем. Фигурно-катательным. Поэтому арсенал у нас приличный. Я, поскольку техническими терминами не так хорошо обладаю, на этот вопрос сам себе тоже отвечаю очень романтично. Самый сложный элемент у нас еще впереди. Здорово. Но прыжки пробовали? О, кстати, да. Потихонечку, да, кстати. То есть в планах возможно? Перекидной и сальхов мы уже осилили. Самый строгий судья, на ваш взгляд. Ну, наверное, Татьяна, для вас это Максим? Ну, да, конечно, Максим, наверное. Хотя, судя по оценкам, по-моему, не очень журит строго. Не странно. Ну, наверное, стоит говорить о постоянных судьях. Татьяна Анатольевна это что-то за гранью. Это самые мудрые, строгие, объективные, субъективные, правильные, глобальные судьи. Татьяна Навка, мне кажется, она каждый раз бескомпромиссно имеет свое мнение. И она не боится снизить или, наоборот, поднять, несмотря на что-то. Потому что она так считает, а она имеет на это право как большой профессионал. А Максим? Максим мой любимый судья. Супер, заголовок есть. Федор, ну, за фигурным катанием как получается следить? Потому что у вас еще и актерская деятельность связана с ролями, связанная с фигурным катанием. Как вообще, в целом, мировое фигурное катание для вас выглядит? Ну, сейчас, ну, конечно, я стал смотреть по-другому его. Конечно, я уже не со знанием делал, но с каким-то пониманием того, что там происходит на льду. Не просто, ой, как красиво. А уже понимаю, где и как, где они там подворуют, а где они делают гениальный. Мне хватает фигурного катания. А ледяный фигурист есть? Какой он? Ты будешь, Натасья, она волосажала. Алексей Ягутин давал интервью, и он говорил, что он фанат всех бабушек. А ваша бабушка больше Алексея Ягутина любит или кого-то другого? Ну, теперь ее любимый фигурист я, но, конечно, наверное, до меня Ягутин был у нее в аваритах. Но она очень строгая сегодня, еще и строже, чем у нас. Надо бабушку в жюри пригласить. Спасибо большое вам.